Как варить и заварить кофе в турке с пенкой для подростков? Как варить и заварить кофе в турке с пенкой для мужчин и женщин старше 50 лет? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачков. А я врач, питотерапевт, диетолог, натурпат Борис Скачков. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И раскрыть еще некоторые особенности. Как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, как варить и заварить кофе в турке с пенкой для здоровых подростков, а также мужчин и женщин в возрасте старше 50 лет. И что мне для этого нужно? Конечно же, нужна курка, нужен кофе. И вот здесь реально скрыт правильный выбор. А именно, имидж подростка, который может испортить неправильно подобранный кофе. А также жизнь мужчины старше 50 лет. Или качество жизни женщины старше 50 лет. Просто обмен веществ у мужчин и женщин идет несколько по-иному. И один и тот же вид кофе может вызвать разные неблагоприятные последствия. Если мы посмотрим, вот здесь скрыт компонент, который улучшает качество жизни в любом случае. Иными словами, увеличивает богатство напитка. Молоко — это способ сделать напиток более безопасным для подростков и для женщин. И я расскажу, как это сделать правильно. А завариваться кофе будет в воде. Правильный выбор которой обеспечивает реальное улучшение вашего здоровья. Без риска для вашей жизни. Именно вода имеет определяющее значение. Это шикарный растворитель. Но если вы умеете им правильно пользоваться. Ну, запущу процесс. И пока кофе в турке будет готовиться, я расскажу значимость каждого действия. И каждого вашего выбора для вашего здоровья и для вашей жизни. Турка есть. Кофе есть. Нужна примерно одна чайная ложка. У меня ложечка меньше. Поэтому я беру с небольшой добавкой. Кофе нужно обязательно закрыть. Кислород очень портит кофе. И дальше мы кофе ставим на огонь. Объяснять не буду, почему я это делаю. Найдете на моем канале видео. Как готовить и приготовить кофе в турке с пенкой. Для здоровых мужчин и женщин правильно. Там я объясняю, почему это очень важный компонент. Который улучшает свойства кофе. Разве что этого можно не делать, если вы сами только что поджарили кофе. И у вас свежеподжаренный кофе. Вы его измельчили и завариваете. В других случаях, если жарил кто-то кто-то и когда-то, нужно обязательно кофе разогреть. Оживить его. Если я сделал правильно, дым не должен появиться. А вы услышите шипение воды, который попадет в турку. Слышали? Пошел пар. Я все сделал правильно. Теперь мне нужно заполнить водой до вот этого ободочка. Все. Процесс идет. Воду я отставил. И теперь расскажу, что нужно, чтобы кофе заварился правильно. Первое. Это выбор сорта кофе. Основные виды кофе это арабика и робуста. Что нужно подростку? У подростка обмен веществ идет достаточно интенсивно. И разогревать его обмен веществ нет необходимости. Именно поэтому выбор между двумя вариантами. Конечно же, более ароматная арабика. В которой содержание кофеина примерно пол процента в зерне. И в такой порции кофе примерно 25 миллиграмм кофеина. Это достаточно приличная доза, чтобы почувствовать тонизирующий эффект от этого напитка. Если же вы выберете робусту, в которой содержание кофеина примерно в 5 раз больше. Иными словами, чтобы получить такой же мягкий тонизирующий эффект, нужно заварить в 5 раз меньшее количество кофе. Подросток вас засмеет и обидится, если вы будете заваривать такие ничтожные порции кофе в турке. Поэтому, конечно же, арабика. Что касается людей в возрасте 50+, и мужчин, и женщин. Для мужчин 100% это также арабика. В этом случае, да, кофеин стимулирует обмен веществ. Но! Обмен веществ стимулируется в клетках. А обеспечивает активный обмен веществ сердечно-сосудистая система. Иными словами, кофеин усиливает частоту сокращения сердца. Повышает артериальное давление. Увеличивает мощность сокращения сердца. И сердце должно выдержать этот стимул. Напомню, частота инфарктов у мужчин в диапазоне от 20 до 50 лет увеличивается в 100 раз. Просто мужчина в 50 лет ощущает себя, считает себя таким же здоровым, как в 20. А кофеин может проверить его истинный уровень здоровья. Если вы заварите робусту, могут возникнуть проблемы. Слишком активно будет работать сердечно-сосудистая система. Если кровь была очень густой, в лучшем случае поднимется артериальное давление. Будет тестировать уже не самые лучшие сосуды, как правило, в этом возрасте. В худшем случае, если не хватит мощности сердца, сердце может просто остановиться. Поэтому робуста ни в коем случае только арабика. Если мы берем женщин, то женщинам я бы по умолчанию запретил использовать робусту. Вне зависимости от возраста. Вот когда вы найдете мое видео, просмотрите, как готовить и приготовить кофе в турке с пенкой для здоровых мужчин и женщин. Там я не делал акцент на выборе кофе. Выбор кофе зависел от вкуса. Молодые мужчины и женщины могут экспериментировать использовать либо арабику, либо более сильнодействующую робусту, либо их купаж. В этом случае их уровень здоровья и их возраст предполагает безопасное употребление такого кофе. В возрасте 50 плюс нужно уже думать, какие напитки использовать. Все-таки кофеин, это алкалоид, относится к группе сильнодействующих веществ. А сильнодействующими веществами, самолечением, нужно заниматься правильно. Хотя мы под контролем врача. Если вы занимаетесь самолечением неправильно, но возможны варианты, особенно в возрасте 50 и дальше. Поэтому кофе вот так. Степень помола. Помол, я бы сказал, для турки, либо средний, либо крупный. Когда заваривает профессионал из мелко измельченного кофе, пытается заварить напиток. Я понимаю, условия несколько другие. Когда вы завариваете в песке, у вас половина турки согревается сразу. Но! Вам не воду нужно закипятить. В данном случае тут условия несколько другие. А кофе заварить — это разные вещи. Поэтому я бы советовал настроить огонь так, чтобы экстракция кофе, заваривание кофе продолжалась где-то 10-12, а может быть и более минут. Просто в извлечении биологически активных веществ из кофе, как из ду, любого другого растительного сырья действует принцип крещендо и доменендо. Иными словами, постепенное нагревание воды до температуры 100 градусов дает возможность в этом процессе извлекать различные активные вещества. И чем быстрее происходит закипание воды в турке, тем меньше полезных веществ вы извлечете из такого кофе. Конечно, вы можете потом использовать хорошего состава жмых. Найдите на моем канале «Как приготовить скраб из кофейного жмыха для очищения кожи». И вы найдете применение и жмыху тоже. Но! Если вас все-таки больше интересует напиток, а кофейный жмых — это уже отходы, которые прежде чем выбросить, тоже можно правильно использовать, тогда заваривайте правильно. Что еще имеет значение? Огонь. Огонь должен быть минимальным. Опять-таки время. 10-12 и более минут на заваривание. Это прекрасное заваривание в обычных условиях на кухне. Что еще имеет значение? Вода. Вода фильтровалась прямо перед приготовлением. Чем дольше вода стоит у вас в кувшине, тем больше шансов имеют бактерии размножаться в такой воде. Воздух не стерилен. Кубический сантиметр воздуха у вас на кухне содержит примерно миллион микроорганизмов. И все эти микроорганизмы очень любят размножаться в водной среде. Поэтому воду нужно фильтровать перед приготовлением кофе. Как и перед приготовлением любых напитков. Либо блюд, где используется вода. Но фильтровать нужно правильно. Что я имею в виду? Специалисты, которые готовят кофе-баристы, они используют отфильтрованную практически дистиллирную воду. С минимальным количеством солей. Я их понимаю. В такой воде лучше растворяются полезные вещества кофе. И напиток будет и вкусный, и ароматный. И вы получите больше удовольствия. В случае, если вы удалили из воды пестициды, гербициды, хлор, если у вас городской водопровод, металлы. Если вы живете в Киеве, у нас трубы железные. Нужно удалять железо. Если живете в Москве, трубы оцинкованные. И избыток цинка у вас только по питьевой воде будет. В вашем рационе питания. Нными словами, нужно удалять цинк. Если вы живете в Вене, в этом городе трубы медные. И нужно удалять медь. Потому как слабая растворимость в воде этих элементов, но при большом употреблении воды, при большой потребности, будет оказывать определенные действия. И можно в Москве долго ему налечить больного от диабета. И не скомпенсируете вы ему сахар. Пока не отрегулируете воду и работу печени, которая управляет этим процессом. Поэтому здесь очень важно. Но! Есть один момент. Конечно же фильтр по умолчанию должен уменьшать до минимума в воде. Возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, они тоже не редкость в водопроводной воде сегодня. Их тоже нужно удалять до максимума. Соли жесткости, а именно соли кальция и магния, нужно обязательно оставить. Один из компонентов, который дает вкус кофе, это щавелевая кислота. Которая прекрасно связывается с кальцием, образуя нерастворимые оксалаты кальция. Точно так же щавелевая кислота любит магния. Образует менее устойчивые, то есть более растворимые, но все же выпадающие в осадок оксалаты магния. И что вы получаете, если вы удаляете из воды все соли жесткости? Щавелевая кислота прекрасно извлекается в напиток. Вы употребляете этот напиток. Щавелевая кислота всасывается из кишечника в кровь. Находят там кальций. И у вас обостряется остеопороз. Обостряется кариес. Это важно и подросткам. Они все-таки растут, и им кальций лишним не будет. Это очень важно из людей возрасте 50+. Женщинам, у которых по умолчанию хуже работает печень. А значит кальциевый обмен идет более напряженно. Более того, когда оксалаты магния образуются в кровенозной системе, уровень магния также падает. А это стрессовая активность. И пойдите договоритесь с подростком, у которого вы неправильно приготовив кофе создали фактически стрессовую готовность. Либо с мужчиной и женщиной в возрасте 50+. Здесь тоже могут быть разные варианты. Женщины в возрасте после 50 часто плохо переносят климакс. Если вода у них плохо очищена. Ну а мужчины могут быстро умирать. Потому что стрессовая активность может повышать уровень артериального давления. Частоту сокращения сердца. И, между словами, увеличивает нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему. И не все могут мужчины такой сюрприз пережить. Поэтому вода должна быть правильно очищена. Фильтр должен быть правильный. Он должен удалять все лишние компоненты. Оставляя соли жесткости в воде. В этом случае оксалаты кальция и магния образуются в чашке. В турке образуются. Выпадают в осадок. И вы их не получите. Даже если они попадут каким-то образом с напитком в пищеварительную вашу систему. В нерастворенном виде они пройдут транзитом. И вы кальция и магния не потеряете. А это имеет огромное значение. Что еще имеет значение? Это вот этот компонент, который увеличивает растворимость полезных веществ в готовом напитке. Это обычный сахар. Даже больной сахарным диабетом может использовать сахар в своем рационе. Немножечко я прозевал. Но еще не поздно. Пенка еще полностью не подошла. Она только готовится подняться. Сахар увеличивает растворимость биофлавоноидов. Которые обладают противовоспалительным, противораковым, желчегонным, спазмолитической активностью. Могут регулировать артериальное давление. И это важно их сохранить в напитке в растворенном виде. Сахар помогает агликоном. То есть веществам, которые нерастворимы в воде. Стать гликозидами. Растворимы в воде. И они приобретают значение для вас. Иными словами, лечебные свойства такого кофе будут значительно выше. Здесь стоит еще и молоко. Если вы готовите на правильной воде кофе, молоко у вас нет необходимости использовать. Но! Если вы не знаете, как приготовить воду правильно для кофе, соль и жесткости удалили, конечно же, готовый напиток вам нужно добавлять потом молоко, чтобы нейтрализовать щавелевую кислоту в напитке. Ну, пенка практически подошла. Вы видите, она уже тут готовится выйти за пределы посуды. И я огонь выключаю. Вот самое оно! Мне удалось правильно варить и сварить кофе в турке с пенкой. Для здоровых подростков и людей, мужчин и женщин в возрасте старше 50 лет. И полезны для вашего здоровья. Причем правильно! Все особенности я вам рассказал. Вот такой напиток можно легко использовать для сохранения и укрепления вашего здоровья. Что важно еще делать? Конечно же, кофе не стоит, можно пить сразу. Разлить по чашкам. Я бы советовал накрыть и несколько минут дать возможность кофе немножко остыть. Часть биологически активных веществ из кофейного порошка. Одна растворяется на плече, скажем так, нагревание до 100 градусов, до закипания. Вторая часть будет растворяться при охлаждении. И аромат вы не потеряете. Вкус вы не потеряете этого напитка. Но пользу дополнительную приобретете. Все равно вы не сможете пить кофе температуры 100 градусов. Ну разве что у вас нет знакомого врача-стоматолога, к которому вы хотите добавить работы. Горячий кофе может привести к тому, что у вас потрескается эмаль. А если вы еще и неправильно приготовили на неправильной воде, то это будет за гарантией. И ваш любимый стоматолог будет рад тому, что вы не знаете, как приготовить кофе правильно. Поэтому кофе может немножечко остыть. До температуры где-то 50-60 градусов. После этого вы разливаете по чашкам. И употребляете этот полезный напиток. Я также употреблю этот напиток после того, как закончу писать это видео. Чтобы продумать, как лучше написать следующее видео. А на своем канале я уже ответил на вопрос. Как приготовить кофе правильно. В зависимости от возраста и от пола. Для здоровых людей. Иными словами, мужчинам и женщинам разного возраста. Я объяснил в двух видео. В этом видео и в видео «Как готовить и приготовить кофе в турке с пенкой для здоровых мужчин и женщин» правильно. Эти два видео отвечают на этот очень важный вопрос. В следующих видео вы узнаете, как приготовить кофе правильно. В зависимости от погодных условий. Динамика погодных условий диктует вам изменение технологии приготовления кофе. Человек — открытая система, на которую погодные явления влияют. И несущественно. Вы метеозависимы. Иными словами, все погодные катаклизмы отражаются на вашем здоровье. Вы метеочувствительны. Когда некоторые погодные явления могут осложнить вам жизнь. Либо вы считаете, что абсолютно здоровый, погода на вас не влияет. Но! На самом деле активно действующие вещества кофе могут изменить условия работы вашего организма. И создать вам неожиданные сложности в вашем образе жизни. Поэтому такое видео тоже появится. Также появится видео «Как приготовить кофе в термосе, в чашке». «Как приготовить кофе в зависимости от тех болезней, которые, возможно, у вас уже присутствуют». Потому как, опять-таки, активно действующие вещества могут изменять особенности работы вашего организма. И как улучшать ваше здоровье и переводить болезни в ремиссию. Так и обострять болезнь. И это нужно знать и правильно понимать. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А я пойду пить вкусный, ароматный и здоровый, полезный кофе. Чтобы лучше написать следующее видео и опубликовать его на своем канале. До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачков» и «Школа доктора Скачков».